Всем привет и это первая серия пути владельца СТО на Амазинг РП. Я открываю новую рубрику на своем канале, ну и соответственно этот путь у нас будет довольно интересный, я думаю, для вас. Если вы еще не знаете, что за у меня бизнес, то вы можете посмотреть ролик на моем канале про аукцион, где мы как раз-таки этот бизнес забирали за 2 миллиарда рублей. Если не смотрели, посмотрите по ссылке в описании на тех, кто уже смотрел это. Хочу вам сказать то, что у нас будут цели. Это первая цель, которую я хочу выполнить, это сначала открыть бизнес. А пока бизнес у меня закрытый, нужно зависеть от товара, а для того, чтобы завести товар, надо и улучшить этот бизнес. Поэтому, друзья, мы будем достигать всего этого. Не знаю, в этой серии получится этого сделать или не получится, но если не в этой, то в следующей серии мы обязательно начнем уже работать, сделаем это все. Ну и у нас, конечно, будет постепенно в каждой серии, может быть, появляться какие-то новые планы, новые идеи. И мне, конечно, интересно будет почитать ваши комментарии, что вы думаете, может быть, вы какие-то полезные советы там мне посоветуете. Ну и не забывайте поддерживать мои ролики лайками, особенно этот путь очень нужен, чтобы вы поддержали. Но если же ты все еще не играешь на Амазин КРП, то заходи на 4 серии Азур, указываем промокод капсомразор при регистрации, он дает 300 тысяч балансов рублей. Вся информация есть в описании, скачь игру и залетай к нам. Вам желаю приятного просмотра, ну а мы начинаем. А куда мы сейчас направляемся? Я еду продавать свою аудиосистему на центральный рынок. У меня есть тип, который готов купить за 87 миллионов рублей. Хотя есть покупатель за 85, но я его, скорее всего, ждать не буду. Чем быстрее, конечно, тем лучше. У меня еще есть такая тема, то, что у меня с газоном там есть проблема. Челик не хочет держать. Он уже думал продавать, но я его уговорил, что он еще поддержал. Ну, в общем, у нас там, вы знаете, что я заложил в долг газон свой за 90 миллионов. Ну, просто заложил, так в долг взял 90 миллионов, а у человека газон. Поэтому сейчас я хочу любой ценой забрать свой газончик и на нем катать рейсики. Хотя нет, возможно, я буду его продавать. Скоро узнаете, почему я это буду делать. Пока что я не буду вам говорить, пусть интрига сохраняется. Ну, если сейчас у меня заберут аудиосистему, я буду очень рад. Блин, хоть бы забрал этот человек. Ладно, хоть тогда до аукцион я не продал. Может быть, это к лучшему, что тогда я не продал. Все, приехали мы сейчас на рынок. Ставим так аккуратненько нашу машину. Ну и погнали в павильон. Сейчас будем менять цену. У меня тут уже есть торговая лавочка, где всем, что можно, торгую. Там у меня аудио за 90 висит. Но сейчас мы ему трилямо скинем. Мне все равно придет очень мало. Мне надо будет еще деньги где-нибудь мутить, чтобы уже ровно было 90. Чтобы я мог обратно все выкупить, свое добро. Так, значит, вот моя аудиосистема. Убираем ее. Она у меня тут стоит за 90. Сейчас мы ее заново выставим. Я не могу понять, где покупатель. Он сказал, что он тут стоит. А где он? Ну, не этот же обезьянок. Это же рыжик какой-то. Ну, не может быть то, что он какой-то покупатель. А, это он, оказывается. Так, выставляем аудиосистему. Сейчас мы цену здесь поменяем. Поставим уже 87 миллионов рублей. Делаем. Последняя продажа была 85 миллионов. Так, все. Мы выставили аудиосистему. Сейчас этот тип у нас ее купят. Ну, и у нас уже будет... Да, он у меня ее купил. Ну, все. Сейчас тогда снимем бабки. Сейчас соближим до склада рынка. Снимаем все свои деньги. У меня, конечно, он еще написал тот покупатель. В ВК говорит, чтобы я чекнул. Но я уже не буду ему продавать. Я уже продал аудиосистему. Так, снимаем 50 миллионов рублей. Еще снять надо 33 миллиона. Ну, 800 тысяч мы оставим. Пусть на скупке стоит. Я же там скупаю тоже некоторые предметы. Все. В принципе, на руках у меня есть 83 миллиона. Осталось найти еще где-то 7 миллионов. Я смогу купить свой газон. Хех. А я знаю, как это сделать. У меня есть одна идея в голове, что можно продать. Перед тем, как что-то продавать из своего автопарка, я, конечно же, зашел в призы. Начал там утаскивать бабки. Чего-то там, короче, крупную наличность снимать. То, что мне с рулетки пришло. Ну, и у меня уже стало на счету 85 миллионов. Забралось, значит, друзья, свою бестию. Сейчас мы едем ее чуть-чуть нигровать. Сделаем в нее обезы, мобезы. Там, спойлер, не спойлер. Чего-нибудь такое, короче. Наделаем на нее все это. Налепим и будем продавать ее за 9 миллионов. Ну, а еще какой выход? Выхода больше нету. Поэтому быстренько все это делаем. Да, конечно же, первый вариант. Все так по дешману сделаем. Задний бампер мы тоже устанавливаем. Все прям делаем, что можно. Боковые юбки за 144. Тоже, конечно, мы вкладываемся в эту машину. На определенную. Пойлер ставим. Потом капот тоже устанавливаем. И все. Теперь наша машинка такая красивенькая стала. Жизнь вообще бомбая. Ну, сейчас едем на Ашан. Там по-любому кто-то ее купит. Кому-то нужна будет эта машина. Не, ну хоть деньги у меня останутся. Если за 9 продам. Хоть сейчас вложился в нее. Ой, тут менты стоят. А у них они заняты. У них свои дела. Поэтому они за мной гнаться не будут. Постоял, значит, на БУ рынке. Продавая свою машину. Но никто особо не подходил. Не интересовался ее. Ну, конечно, были люди, которые предлагали ниже рынка. И отказывался от этих предложений. Ведь моя цель была оплодать ее за 9 миллионов рублей. Ну, и чтобы остались деньги. Не просто же с голой жопы оставаться после газона. Мне нужны были еще деньги, чтобы жить. И поэтому я искал покупать. И я знал, что он найдется. Тем более у меня машина не такая, как бы и обычная. Тут, конечно же, я отправлял объявление. Всеми способами пытался ее продать. Ну, и нашелся покупателя, который мне сказал, что если он сейчас не откроет контейнер, то он скорее ее заберет. Ну, и так и случилось, что я поехал не в порт. А что сейчас произойдет, мы сейчас это и увидим. Так, я приехал уже в порт. Тут два контейнера всего стоят. Ему, походу, не дали открыть. Так, сейчас я ему тогда покажу мою машину. Если его все устраивает, то мы уже поедем продавать ее. Ну, в принципе, его все устраивает. Поэтому мы сейчас едем в Нотариус, продаем мою машину. А позади меня едет как раз-таки человек, у которого сейчас находится мой газон. Поэтому мне несложно будет сейчас уже с ним поехать вместе домой, забрать мой газончик и уже все это выкупить. 399. 9 миллионов рублей. Продаем Нотариус 80 тысяч. Продали нашу F90. Теперь у меня есть на руках 93 миллиона рублей. Как же ты меня выручил, Андрей Чикатило? Просто жмем краба и летим дальше. Ну-ка, там этот не уехал еще от меня. Так, уходим на улицу, меня тут должен ждать человек. А я не понял, где он, куда он пропал. Хм, странно. И что вы думаете, куда же он пропал? А он просто уехал. Мне пришлось ему позвонить. Пустя, несколько минут. Человек непонятной личности, представляете. Стиль это все. Да, взял меня, кинул, блядь. Я вышел, ты не... Я тебя ждал, кстати. Ты долго не приезжал. Не выходил еще. Так я, блядь, это с ним прощался. Ну и после продажи БНВ мы направились к Дому Максима, чтобы забрать газон. Ну и, конечно, поехать опять же на Тарку, для того, чтобы я ее уже выкупил. Ура, я увижу сейчас свой газон. Да, вот мой газон. Наш родной просто газончик. Это, можно сказать, моя кормилица. Я, конечно, ее отдал. Потому что мне нужны были деньги. Я просто ее заложил за 90. Ну, тут у нее неон-радуга. Можем чекнуть паспорт. Ну, по паспорту все нормально. Также его делится там много. Все, в принципе. Сейчас мы едем ее забирать. Я, конечно, не знаю, буду ли я работать на нем. У меня, конечно, есть такая идея продать ее, на самом деле. Ради того, чтобы делать другую движуху, которую я люблю. Но пока что, я не знаю, стоит ли этого делать. Вот у меня на счету 93 миллиона сейчас. Ну, 93 ляма. Я мог эти деньги инвестировать в другой, улучшить как-то склад на улучшение. Да я просто беру и выкупаю газон. Ну, как бы все равно я человеку пообещал, если у меня будет на руках деньги, я у тебя его куплю. И он как бы мне доверился. Поэтому я его не хотел подводить. Я у него выкуплю и докажу то, что я ему, ну, то, что я держал свое слово. Покупаем наш газон за 90 миллионов. Ну, все, вернулся обратно наш газончик. Как я хочу сейчас рейсы покатать. На рейсы выехать, покатать пару рейсиков. Сделать там, может быть, ляма 4 сегодня добью. Вообще будет хорошо. Все, Максиму большое спасибо. То, что человек прям, ну, выручил нас, можно сказать. Ну, и ночью я отправился катать рейсы на своем газоне, который я сегодня только забрал. Покатал я рейсы, заработал где-то 4 миллиона рублей, округлил сумму свою. Ну, и был этим доволен, то, что покатался, кайфанул. Для меня какие-то рейсы, знаете, я воспринимаю как какое-то удовольствие, знаете, это покатать, там, кайфануть от этого всего. Ну, если зарабатывать, то это надо целый день катать. Но я теперь бизнесмен, поэтому я сейчас, ну, задумываюсь, зачем мне этот газон нужен, буду ли я катать. Хотя я на нем перестал давно катать. Я на нем иногда только выезжаю, там, чисто катнуть, там, на стриме, не на стриме. Также, друзья, в любом случае, рад, конечно, что у меня есть газон. Но, скорее, я буду его продавать. Как думаете, стоит ли продавать, если он просто так стоит? Напишите в комментариях. На этом, друзья, я буду прощаться с вами. Уже потихоньку ложиться спать. Ну, и завтра у нас уже будет очень трудный день, потому что мне уже написал один человек, у которого должна появиться определенная сумма, которую он может, ну, может нам дать. Так что, друзья, ожидаем новосельных нибудь. Я, конечно же, буду на связи. Спасибо всем, кто смотрел эту серию. Всем удачи и всем пока. Увидимся в следующем видеоролике. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok